Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Прежде чем мы начнем нашу работу непосредственно по повестке дня, я бы хотел сделать объявление. За то время, пока мы с вами не виделись, в составе совета произошли изменения. У нас в состав совета включен новый член. Это Ястребова Алла Юрьевна, доктор юридических наук. В нашей академии она заведует кафедрой теории истории государства и права. Защитила она у нас в академии докторскую диссертацию и, соответственно, пополнила ряды нашего совета. Прошу любить и жаловать. Уважаемые коллеги, кворум у нас имеется. Один из оппонентов присутствует. Нет препятствий для того, чтобы начать нашу работу. Сегодня на повестке дня защита диссертации на соискание степенью кандидата юридических наук защищается у нас Корпин Анна Сергеевна. Тема диссертации «Право на доступ к правосудию и механизмы его защиты в современном международном праве». Работа выполнена на кафедре международного публичного и частного права факультета права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Научный руководитель доктор юридических наук Ромашев Юрий Сергеевич, официальный оппонент Мещерякова Ольга Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Российского университета Дружбы народов и Ширева Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ведущая организация – Казанский Приволжский федеральный университет. Все отзывы оппонентов и ведущей организации представлены. Как я сказал, Мещерякова у нас сегодня болеет, отсутствует положительное к лечению, а Ширева Ирина Викторовна присутствует. Поэтому мы можем приступать к защите диссертации. Слово для представления дела соискателя предоставляется ученому секретарю. Спасибо, Андрей Андреевич. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета. Представлено дело Корпин Анны Сергеевны, 1992 года рождения. В 2014 году окончила факультет права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики по специальности юриспруденция. В 2017 году окончила аспирантуру Национального исследовательского университета Высшей школы экономики по специальности 12.0010 международное право, европейское право. В 2019 году поступил на стажировку для подготовки в защиту диссертации на сыскание ученой степени кандидата юридических наук без освоения программы аспирантуры в Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности 12.00.10. Международное право и европейское право. Работает в должности главного специалиста эксперта отдела анализа и прогнозирования государственных финансов Департамента бюджетного планирования и государственных программ. Диссертация выполнена на кафедре публичного и частного права факультета права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. В деле представлен отзыв ведущей организации, два отзыва официальных оппонентов, а также иные документы, которые позволяют приступить к защите данной работы. Все представленные документы соответствуют положению о присуждении ученых степеней и положению о совете по защите диссертации на сыскание ученой степени кандидата наук, на сыскание ученой степени доктора наук. Есть ли вопросы по личному делу сыскателей у членов диссертационного совета? Вопросов нет. Если вопросов нет, Анна Сергеевна, мы предоставляем вам возможность представить свою работу членам диссертационного совета. Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета. Вашему вниманию представляется диссертационное исследование на тему права на доступ к правосудию и механизмы его защиты в современном международном праве. Свободный и равный доступ физического лица к органам правосудия является необходимым элементом реализации принципа уважения прав и свобод человека. Международными органами признается, что идея прав человека требует расширения доступа к правосудию. При этом отдельный индивид выступает наиболее уязвимым субъектом с точки зрения самостоятельной реализации данного права. Поэтому исследование права на доступ к правосудию физического лица позволяет более полно охарактеризовать существующие преграды на пути к доступу к правосудию, а также установить условия, необходимые для эффективной реализации данного права. Ключевым в теоретическом отношении представляется изучение понятия права на доступ к правосудию и выявление его международно-правых стандартов, которые позволят оценивать существующие модели реализации данного права как на национальном, так и на международном уровнях. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе международной защиты прав и свобод человека. Предмет исследования выделен как часть системы таких отношений и соответствует теме диссертации, включая в себя, соответственно, право на доступ к правосудию и механизмы его защиты в современном международном праве. Целью исследования является решение актуальной научной задачи на основе всестороннего исследования определить понятие права на доступ к правосудию, выявить международно-правые стандарты и оценить существующий современный международный механизм его защиты. Для достижения указанной цели были выделены несколько задач. В частности, охарактеризовать процесс становления права на доступ к правосудию как норму международного права, определить сущность данного права, а также его роль среди других процессуальных прав, выявить допустимые пределы ограничения права на доступ к правосудию, сформулировать общие и специальные международно-правые стандарты данного права, а также прианализировать возможность соблюдения международных правовых стандартов при обращении индивида к международным органам. Нормативная основа исследования составляет прежде всего обычные договорные нормы международного права, в частности положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и умчаживающих достоинств видов обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и политических правах, Американской конвенции к правам человека, Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, Конвенция о правах инвалидов и другие. На защиту выносятся положения, совокупность которых дают системные решения поставленных задач и достижения цели исследования. В работе выделены этапы, которые отражают процесс становления права на доступ к правосудию в международном праве. От появления самой идеи защиты процессуальных прав в договорах между государствами до сначала формирования такого принципа, как запрет отказа в правосудии иностранному гражданину, а затем формирование международных правовых стандартов, доступ к правосудию всех лиц, находящихся под юрисдикцией государства. Особенностью процесса становления данного права является то, что предпосылки к его появлению появились еще в период истории древнего мира, вместе с тем до начала 20-х годов международное правовое регулирование ограничивалось отношениями, связанными с иностранными гражданами. Однако после образования ООН и закрепления других процессуальных прав, а также принципа правового равенства в международных соглашениях, посвященных правам и свободам человека, осуществляется постепенное признание данного права как самостоятельного права сначала на региональном уровне в Совете Европы, а затем и на универсальном уровне. В работе представлено определение права на доступ к правосудию, как обеспеченное государством равная возможность любого заинтересованного лица беспрепятственно обратиться к судебным и иным механизмам правления правосудия, а также принять участие в процессе рассмотрения спора на всех его стадиях. В этом смысле право на доступ к правосудию отличается от других процессуальных прав субъектом, целью правового регулирования, стадиями, на которых применяется, а также органами, участвующими в его реализации. Право на доступ к правосудию определено как право, ограничение которого допустимо с точки зрения международных стандартов. При этом выделены помимо процессуальных и материальных видов таких ограничений еще и юрисдикционные ограничения, которые связаны с иммунитетами от юрисдикции суда. При этом, как указывается в практике европейского суда по правам человека по такого рода ограничениям, неважно как именно они сформулированы, как иммунитет от юрисдикции суда или как иммунитет от ответственности. И в том и другом случае лицу лишено возможности с тем, чтобы обратиться в суд для решения своего дела по существу. Исходя из общих подходов в доктрине и практике, для того, чтобы ограничение было признано допустимым, необходимо соблюдение баланса частных и публичных интересов. Для соблюдения баланса частных и публичных интересов в случае юрисдикционных ограничений должен существовать какой-то иной альтернативный орган, в который может обратиться лицо. Вместе с тем, в настоящее время в случае таких ограничений, как иммунитет и государство, иммунитет и международных организаций, к сожалению, данный баланс полностью не соблюдается. В частности, сложности со сбором доказательств исполнения решений, риск ухудшения дипломатических отношений рассматриваются в качестве достаточных оснований для признания допустимым отказа государства в рассмотрении дела в случае, если ответственным за нарушение является другое государство. С точки зрения автора, в этом случае требуются дополнительные усилия государства по обеспечению прав индивидов, в частности, с использованием дипломатической защиты и консульской помощи. В настоящее время обеспечение международной правовой защиты права на доступ к правосудию связано прежде всего с действием международных органов по правам человека, в рамках которого осуществляются соответствующие процедуры. Если рассматривать всю совокупность органов и процедур, существующих на международном уровне и обеспечивающих защиту прав человека как единый механизм защиты данного права, в нем следует видеть правовую основу и организационную основу. Правовой основой выступают международные правовые стандарты права на доступ к правосудию. В исследовании выделены общие и специальные такие стандарты. Выделен перечень общих международных правовых стандартов, которые необходимо применять во всех случаях обращения лица к правосудию, а также специальные стандарты, которые формируются в отдельных случаях и связаны с определенными особенностями. Субъекта права на доступ к правосудию, вида процесса, позиции участника и существа дела. Организационная основа представлена однородными элементами, международными органами, осуществляющими процедуру защиты права на доступ к правосудию. В исследовании особенно подробно уделяется внимание процедуре индивидуальных обращений, поскольку она рассматривается как наиболее эффективная с точки зрения защиты данного права. В исследовании дана оценка существующим условиям обращения индивидов к универсальным и региональным международным органам. При этом выделена негативная тенденция ограничения прав индивидов при обращении к отдельным международным органам, в частности Европейскому суду по правам человека. Сокращение срока обращения и отказ от принятия жалоб с незначительным ущербом в Европейском суде правом человека рассматривается в работе как непропорциональное ограничение права на доступ к правосудию. В связи с этим предлагается, чтобы с одной стороны сократить поток поступаемых туда жалоб, а с другой стороны оставить высокий уровень защиты права на доступ к правосудию в данном органе. Усовершенствовать систему правовой помощи при обращении в Европейский суд правом человека с тем, чтобы она оказывалась до момента подачи жалобы. По итогам исследования разработан проект стандартных правил обеспечения права на доступ к правосудию, который включает в себя общие международные правовые стандарты данного права. Принятие их на универсальном уровне могло бы позволить унифицировать порядок доступа не только к национальным, но и к международным органам. И затем принятие таких стандартов с развитием их всеобщей практики способствовало бы формированию обычных норм международного права в данной области. Таким образом, теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней раскрыты понятия сущность содержания права на доступ к правосудию, описана эволюция международного правового регулирования данного права, представлена классификация допустимых ограничений, предложена классификация различного рода препятствий на пути к правосудию. В работе раскрывается содержание международных правовых стандартов, показаны основные различия реализации права на доступ к правосудию в национальных и международных органах, дана оценка условий обращения к различным международным органам правосудия. Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и предложения, сделанные в работе, могут быть использованы при подготовке и совершенствовании законодательных адков, подготовке и обосновании обращений физических лиц в международные органы, научно-образовательной деятельности, а также в деятельности федеральных органов исполнительной власти, в частности Министерства юстиции, по решению вопросов, связанных с реализацией международных правых стандартов данной области, а также обеспечением доступной судебной системы. Уважаемые председатели и члены дистанционного совета, благодарю вас за внимание, готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо, Анна Сергеевна. Имеются ли вопросы к соискателю? Вопрос. И, в общем-то, дежурный в какой-то степени вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что когда индивид получает право обращаться в Международный суд по правам человека, это говорит о том, что этот индивид в какой-то степени становится субъектом международного права? Спасибо. Спасибо, Станислав Валентинович. Еще вопросы? Алла Юрьевна. Анна Сергеевна, у меня вопрос по существу, по содержанию автореферата, который передо мной. Вы перечисляете среди нормативной основы исследования Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года среди другой нормативной правовой базы. Скажите, пожалуйста, вот чем у вас обусловлен именно такой ранжир нормативных правовых актов? Ведь традиционно пакт о правах человека, о гражданских и политических правах занимает первое место в этом ранжире. То есть у вас, видимо, какие-то свои собственные были основания для классификации этих нормативных основ исследований. Спасибо. Спасибо, Алла Юрьевна. Сергей Николаевич Ярошев. Алла Сергеевна, вы говорили очень много о стандартах. Скажите, пожалуйста, в какой форме внедрение этих стандартов? В национальные правовые акты, в каких-то универсальных, других? Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Анатолий Яковлевич Капустин. Спасибо, Сергей Николаевич. Продолжая тему стандартов, только хочу несколько уточнить. У вас здесь в пункте 6 на странице 11 арт. 5 дается определение стандарта, извините, не 11, а 9, пункт 4, что стандарт, в данном случае на доступ к правосудию, но, видимо, вы понимаете любой международный правовой стандарт таким образом, что это получившее широкое международное признание, сложившееся в настоящее время модель поведения участников процесса, на всех стадиях процесса, процедура разрешения споров при реализации права на доступ к правосудию. То есть, получается, что стандарт – это некая модель поведения. Есть другие определения международных правовых стандартов в нашей юридической литературе, скажем, автономов, который их определял как принципы определенные, да, есть другие. Там у Абашидзе и у Лисеевич, и там целый ряд других, я не буду, Ворчкова там и так далее. Очень много работ было посвящено к стандартам. Но там стандарты как-то понимаются как некие все-таки нормы, а у вас здесь модель поведения. Вот у меня какое-то такое вот ощущение, что модель может быть стандартом, что в основе этой модели-то лежит и так далее. То есть, это очень… Это я знаю. В этом я просвещен. Но, может быть, так сказать, какое-то есть уточнение, потому что на самом деле тема стандартов и одна диссертация, понятие стандартов в Беларуси, очень любопытно. Но не в этом дело. Главное, что, здесь надо понимать, что термин стандарта, он имеет очень много значений. У вас здесь какой-то специальный, или вы, так сказать, предлагаете нам всем сегодня после защиты, всем руководство с тем, вот той формировкой, той, так сказать, тем определением, которую вы сделали. Спасибо. Спасибо, Анатолий Анатольевич. Да, пожалуйста. Так, Надежда Александровна Шубанова. Я немножко продолжу тему стандартов. Пункт 6, который вы выносите на защиту, Анна Сергеевна, небольшое пояснение хотела бы от вас услышать. Вот, насколько я поняла, вы считаете, что международно-правовые стандарты в настоящее время, это исходя из пункта 4, который выносится на защиту, они действуют при обеспечении доступа к правосудию на национальном уровне. А вот на международном, вы считаете, должны быть приняты общие международно-правовые стандарты, которые бы позволили унифицировать порядок доступа не только к национальным, но и международным судебным органам. Уточните, пожалуйста, а кто должен принимать вот эти универсальные международные правовые стандарты? Спасибо. Спасибо, Надежда Александровна. Еще Евгений Гайгорьевич Ляхов. Видимо, давно мы не проводили защиту, все соскучились по вопросу. Или настолько тема интересная? Тема интересная, конечно. Да, 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 спасибо. Я сейчас приехал сюда. Всем привет нашему совету от Тункинских чтений в МГУ. Ну, там мы тоже определенными стандартами руководствовались и правовыми основами. Тематика была право международных договоров, поэтому посвященная соответствующему юбилею. Вот Елена Борисовна была там, она где-то здесь тоже. Вопрос у меня несколько, ну, скажем так, естественно, связанных с юридическими основаниями права на доступ. Но хотелось бы с другой несколько стороны, вы, как изучавшая практику, скажите мне, пожалуйста, какие есть формы, приемы, способы противодействия осуществлению права на судебную защиту? Именно в международном праве, естественно. Защита прав человека в ЕСПЧ и других международных судах. Понятен вопрос? Прошу прощения, уточню. Вы имеете в виду со стороны субъектов международного права? Вот со стороны их противодействия? Да, и любые, и физических лиц, и юридических лиц, и субъектов, и акторов. Просто наиболее, скажем так, известные случаи, когда препятствуют доступу к правосудию. Спасибо, Евгений Григорьевич. Это все вопросы или еще есть? Мадина Болташина-Косенова. Да. Скажите, пожалуйста, вот у вас в пункте номер 3, в положении номер 3, которое вы вносите на защиту, вы используете слово юрисдикционные ограничения. Можно уточнить, вы в отношении каких юрисдикционных ограничений и по поводу объема этого понятия. Почему вы его используете? Уточнить. Спасибо, Вадим, прошу. Спасибо. Еще есть вопросы? Зимненка Богдан Леонидович. Богдан Леонидович, микрофончик нужно, чтобы запись ввести. Поднять крышу. Все, вижу. Все, у нас сегодня спасибо вам. Достаточно интересная диссертация. Ну, в смысле, не диссертацию, а автореферат я прочитал. У меня два маленьких вопроса. Значит, первый вопрос. Охватываете ли вы право на доступ к правосудию, а право на доступ к международным механизмам, особенно в свете 46-й статьи Конституции России? И вы здесь упоминаете такое интересное право свидетеля в уголовном процессе на помощь, уход и поддержку. Вот не могли бы вы раскрыть, что это за право такое интересное? Спасибо. Спасибо, Богдан Леонидович. Так, еще вопросы? Все вопросы заданы, да? Анна Сергеевна, вы предпочтете подготовиться, потом ответить на вопросы, которые задали члены Совета, и, соответственно, те вопросы, которые мы огласим, замечания, отзывы на автореферат. Присаживайтесь. Как я сказал, у нас присутствует научный руководитель, соискательница Юрий Сергеевич Ромашев. Юрий Сергеевич, у вас есть желание пару слов высказать по поводу диссертации? Свои положительные отношения к нашему соискателю я уже высказал. Единственное, хочу добавить, что это тот, наверное, уникальный случай, когда мы сопровождаем наших студентов от студенческой эскамеи до аспирантуры, до защиты кандидатской диссертации. Она была моей ученицей, студенткой, потом я научным руководителем в аспирантуре, и руководил. Ну и хотел бы отметить исключительную вот такую трудолюбивость, порядочность, творческий характер у Анны Сергеевны тоже имеет место. Кругозор у нее достаточно тоже широкий. Она, по сути, вела полный курс семинарских занятий по международному публичному праву. Вот. И как бы рейтинги как преподавателя у нее были достаточно высокие. И наряду с этим она преодолела те позиции, которые необходимо сейчас пройти в ходе обучения в аспирантуре. Весь полный курс обучения. Сдала все, что можно, все на отлично. Ну, как бы свидетельство о добросовестности и подготовленности нашего соискачеля. Я, конечно, своей стороны, как научный руководитель, который волнуется за своего ученика, просил поддержать Анну Сергеевну. И поддержать именно присуждение ученой степени кандидата юридического. Спасибо, Юрий Сергеевич. Дальше по нашему плану работы я передаю слово ученому секретарю, для того, чтобы он огласил заключение организации, где выполнилась работа, отзывы ведущей организации и отзывы автореферата. Спасибо, Андрей Андреевич. Заключение Федерального государства на автономное образовательное учреждение высшего образования Национальной исследовательской университеты Школы экономики, подписанной кандидатом экономических наук доцентом Сергеем Юрьевичем Рощином 15 января 2018 года. По итогам обсуждения диссертации Корпина Анны Сергеевны принято следующее заключение. Научное положение диссертации Корпина Анны Сергеевны в достаточной степени обоснованное исследование, базируется на детальном изучении научных работ как российских, так и зарубежных ученых, посвященных указанной проблематике, широком эмпирическом материале, представленном международной правовой практикой применения права на доступ к правосудию, подтверждающие выводы, сделанные в работе. Личный вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном участии на всех этапах исследования, от постановки задач до их реализации, и отражения полученных результатов в научных публикациях и докладах, а также положениях, выносимых на защиту. Достоверность научных положений, изложенных в диссертационном исследовании, обосновывается глубиной изучения основных концепций отечественных и зарубежных ученых по вопросам диссертационной темы, творческим использованием в работе общенаучных и частонаучных методов исследования. Результаты исследования подтверждены публикациями в рецензированных научных изданиях и реферимых выступлениях на научных конференциях. Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что проведенное в нем изучение состояния международно-правового регулирования права на доступ к правосудию физических лиц построено на признании последнего самостоятельным процессуальным правом, выделены и охарактеризованы этапы становления в международном праве права на доступ к правосудию, что позволило на основе анализа международных документов и практики их применения сформулировать авторское определение права на доступ к правосудию в узком и широком смыслах, показать разновидности препятствий в реализации этого права, определены отличия права на доступ к правосудию от других процессуальных прав. Ценность научных работ с искателя заключается в последовательном отражении результатов диссертационного исследования, расширяющих представление о международном правовом регулировании права на доступ к правосудию. Показано развитие представления о праве на доступ к правосудию в отечественной и зарубежной правовой мысли, отражено его постановление в международном праве и сформулировано определение права на доступ к правосудию. Отмечается, что диссертационная работа Корпина Анна Сергеевна на тему права на доступ к правосудию и механизмы его защиты в современном международном праве – это законченная научная работа, которая соответствует требованиям пункта 9, 9, 10, 14 положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановления правительства Российской Федерации номер 842 по порядке присуждения ученых степеней паспорта научных специальностей, специальность 12.0010, международное право и европейское право. В части пункта 1.17, международное право прав человека, значение всеобщей декларации прав человека для развития международной системы обеспечения прав человека, универсальный региональный механизм защиты прав человека. Диссертация права на доступ к правосудию, механизм его защиты в современном международном праве Корпина Анна Сергеевна рекомендуется в защите на сыскание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.0010, международное право, европейское право. Разрешите перейти к отзывам, поскольку отзывы все положительные. Если член диссертационного совета не против, я сделаю просто краткий обзор этих отзывов с обозначением замечаний, которые были сделаны в рамках этих отзывов. Члены совета не против, наверное. Отзыв ведущей организации. Отмечается актуальность темы диссертационной работы. Цель исследования логично вытекает из темы диссертационной работы. Поставленная задача соответствует цели исследования, определяет его отличие от иных работ по сходной тематике. Структура работы целесообразна с точки зрения логичности изложения материала. Новизна и отдельные элементы новизны диссертационного исследования заключаются в следующих результатах, проведенного диссертатом анализа всей совокупности использованных источников. К ним относятся следующие выводы. О праве на доступ к правосудию как праве, обладающее специфическим юридическим содержанием, которым оно отличается от иных процессуальных прав. О юридическом содержании права на доступ к правосудию. О соотношении публичных и частных интересов в связи с реализацией права на доступ к правосудию. О видах препятствий к доступу к правосудию. О критериях разграничения международных правовых стандартов доступа к правосудию и их соотношения. О стандартах доступа к правосудию международных органов. При всех несомненных достоинствах данной работы возникают некоторые вопросы и замечания к диссертанту. Во-первых, в первом параграфе первой главы представлена периодизация процесса становления права на доступ к правосудию, которое выдвинуто на защиту. Это первое положение. Однако характеристика данного процесса в целом, как это предусмотрено, поставлена задача, не дается. Не выделены тенденции, которые позволили бы оценить современное содержание права на доступ к правосудию, как суммарный и качественно особенный результат его развития. В силу данного обстоятельства научная новизна защищаемого положения вызывает сомнения. Второе. Излагая содержание иностранной публикации о праве на доступ к правосудию, авторы используют выражение «абсолютное», в ограниченном виде. Как известно, каждое государство вправе решать вопрос подсудности дел тому или иному судебному органу данного государства. Существует понятие «компетентный суд» и право на доступ осуществляется в рамках компетенции соответствующего органа. Является ли это, по мнению диссертанта, ограничением права на доступ? Третье. Препятствием для реализации права на доступ к правосудию может быть негативный конфликт национальных юрисдикций, о котором в работе не упоминается, и поэтому свое отношение к данному обстоятельству как препятствие следовало бы высказать в ходе защиты диссертации. Четвертое. Представляется спорным положением о выстраивании альтернативных средств разрешения споров в судебную систему государства, поскольку в условиях отрицательного конфликта национальных юрисдикций именно альтернативные средства дают возможность для осуществления защиты прав человека. Пятое. В первом параграфе второй главы рассматриваются общие стандарты доступа к национальным органам правосудия, при этом вносим на защиту положение 6. Говорится о необходимости принятия на универсальном уровне общих международных правовых стандартов доступа индивидов не только к национальным, но и к международным судебным органам. Шестое. В названии работы указано на механизмы во множественном числе защиты прав на доступ к правосудию, однако в названии второй главы этот термин употребляется в единственном числе, в этой главе отсутствует упоминание о других. Может ли автор дать объяснение данному расхождению? Седьмое. Как вытекает из названия работы, понятие «механизм» или «механизмы» является наряду с понятием «правом на доступ к правосудию» ключевым для данного исследования. Об этом свидетельствует Союз и право на доступ к правосудию, и механизмы его защиты. Однако особенности данного механизма и его элементы показаны в самых общих чертах. Восьмое. В положении 8, воносим на защиту, говорится, что институт индивидуальных обращений в судебные органы является наиболее эффективным механизмом защиты права на доступ к правосудию. Вследствие недостаточной проработанности понятия механизм, о чем было сказано выше, диссертант отождествовал категории института и механизма. Указанный институт бесспорно является одним из элементов института защиты права на доступ к правосудию, но отнюдь не единственным. Таким образом, представленная работа, несмотря на вышеперечисленные недостатки, отвечает требованиям, предъявляемых к диссертациям на сыскание ученой степени кандидата юридических наук, сформулированными пунктами с 9 по 11, 13 и 14 положения по рассуждению ученых степеней, утверждено постановление правительства номер 842. А ее автор Корпина Анна Сергеевна заслуживает присуждение ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12-2010, международное право, европейское право. Перехожу к отзыву официального оппонента. На автореферат поступили отзывы Лудковой Оксаны Викторовны, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры международного частного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Отзыв положительный, замечания касаются необходимости предоставления более подробного анализа различных видов процессуальных ограничений права на доступ к правосудию. Папова Юрия Владимировича, заместитель генерального секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации, отзыв положительный, замечания не содержат. У Сачевой Александра Владимировна, директора департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации, действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса, отзыв положительный, замечания касаются уточнения возможных вариантов совершенствования системы правовой помощи индивидам при обращении Европейский суд по правам человека и уточнения внесудебных средств разрешения споров, которым следует обеспечить беспрепятственный доступ. Газаряна Владислава Робертовича, заместитель директора правового департамента Министерства экономического развития Российской Федерации, отзыв положительный, рекомендации касаются целесообразности рассмотрения в сравнительно-сопоставительном аспекте отдельных примеров реализации международных стандартов доступа к правосудию в зарубежных странах и Российской Федерации. Таким образом, все отзывы, поступившие на автореферат, являются положительными. Спасибо. Спасибо, Игорь Олегович. Анна Сергеевна, Вы готовы ответить на вопросы и замечания, которые на автореферат поступили? Пожалуйста. Добрый день. Я начну с ответов на вопросы уважаемых членов диссертационного совета, затем уже перейду к ответам на вопросы, прозвучавшие. Первое, что хотелось бы сказать по поводу вопроса Станислава Валентиновича о том, возможно ли считать вот такое обращение индивида к международным органам в качестве некоторого доказательства, наличия правосубъектности у индивида с точки зрения международного права, здесь стоит отметить, что в исследовании, хотя этот вопрос прямо не рассматривался, но тем не менее исходили из той концепции, что в субъектах международного права, в связи с той особенностью, которая у международного права имеется, не только наличие каких-либо прав и обязанностей, возможно, вступить в отношения на основе международного права является отличительной особенностью субъекта. Здесь очень важным является возможность субъекта международного права самостоятельно и независимо реализовывать свои международные права, в том числе право на создание международных правовых норм и непосредственно затем реализацию своих прав и обязанностей в соответствии с такими нормами. Учитывая в том числе ту адресность, которая есть в международных договорах по правам человека, они все-таки отнесены именно к государствам, а не к отдельным лицам, а права лица возникают в связи с трансформацией данных международных договоров во внутренне национального права, то вот данный момент он не позволяет нам говорить о том, что индивид рассматривается как субъект международного права с этой точки зрения. Перейдя к следующему вопросу, Алла Юрьевна, по поводу ранжирования тех договоров, которые представлены в нормативной базе, хотелось бы сказать, они представлены там по хронологическому порядку, именно поэтому стоит международный пакт чуть дальше. То есть просто был хронологический порядок выбран для ранжирования незначимый, хотя я с вами абсолютно согласна, что первым иначе бы звучал международный пакт. По поводу вопроса Сергея Николаевича о том, в каком формате могут внедряться стандарты во внутригосударственной практике, уже сейчас, особенно если говорить об общих международных правостандартах, потому что они действительно во многих случаях внедрены и в законодательство государств, и есть достаточное число стандартов, это, например, право на переводчика, право на юридическую помощь, в том числе и бесплатную, как в уголовном, а даже и в гражданском процессе, в отдельных случаях, закреплены на уровне Конституции. Соответственно, можно выделить еще и решение национальных судебных органов, в том числе и конституционных судов по данному вопросу, например, итальянских судов, которые подробно рассматривают данное право как самостоятельное право, более того, они его как абсолютное право, и даже как право Юскогенс рассматривают. Что касается следующего момента, может ли быть модель стандарта, да, вот по поводу данного вопроса, хотелось бы следующее прокомментировать, что в работе, во-первых, представлено определение, оно представлено именно для стандартов права на доступ к правосудию, то есть, в принципе, не было предложения его рассматривать в отношении всех стандартов, тем не менее, почему именно модель выбрана в качестве основы, в данный момент строится, во-первых, на методе правовой лингвистики, который был применен к понятию стандарт, во-вторых, на работах Тюнова, который также рассматривает международный правовой стандарт как модель поведения определенных участников в той или иной ситуации, то есть, на этом основывалось. Далее, по поводу вопроса о том, кто должен принять предлагаемые международно-правовые стандарты на международном уровне, разумеется, хотелось бы отметить, что чем выше уровень у нас принятия стандартов, тем, разумеется, больше его значимость, но, по крайней мере, если, например, такие стандарты были бы приняты на уровне Совета по правам человека, предпосылки к этому есть, поскольку уже принимались им резолюции, резолюции, касающиеся доступа к правосудию отдельных категорий лиц, например, коренных народов, касающиеся защиты прав ребенка, соответственно, уже есть, так скажем, почва для принятия уже общих международных правов и стандартов, касающихся всех лиц. По поводу вопроса о том, какие есть варианты и способы противодействия к правосудию существуют, здесь, пожалуй, я, с вашего позволения, расскажу один, но значимый достаточно пример. В Восточно-Африканском сообществе суд которого сам изначально взял на себя полномочия, в общем-то, в какой-то степени рассматривать случаи, касающиеся защиты прав и свобод человека, поскольку изначально предполагалось, что только после решения Совета такая комитенция будет предоставлена. Но после нескольких громких решений государства, участники Восточно-Африканского сообщества пришли к выводу из-за сильного активизма суда несколько ограничить возможность индивидов к нему обращаться, хотя с формальной точки зрения возможности обратиться все еще есть, но срок для обращения установлен всего в два месяца. То есть срок достаточно ничтожный, особенно учитывая уровень информированности отдельных лиц в данном регионе о возможных средствах защиты. И данный срок, он даже был оспорен непосредственно в Восточно-Африканском суде в деле Стивен Деннис, однако суд пришел к выводу, что он не может рассматривать те поправки, которые уже были внесены в договор касающийся Восточно-Африканского сообщества и, соответственно, не смог прокомментировать данную ситуацию, данная позиция и сохраняется. Однако сам суд, исходя из практики, старается более гибко применять данный срок с тем, чтобы обеспечить большую возможность индивиду обратиться к нему и защитить свои права. Теперь хотелось бы прокомментировать вопрос об понятии юрисдикционных ограничений, как вида ограничений. Здесь предусматриваются те случаи ограничения доступа к правосудию, когда ограничена юрисдикция суда по тому или иному вопросу, однако у индивида имеется материальное право, которое подлежит защите. В работе рассматривается несколько таких вариантов. Это может быть ретроспективное законодательство, когда изначально была юрисдикция суда дана, а затем законодательством она была изменена, в связи с чем индивид уже не может защитить свои права. Второй вариант – это предоставление амнистий. Также тот же самый эффект осуществляется. И еще отдельно были рассмотрены вопросы, связанные с иммунитетом иностранных государств и международных организаций. С какой точки зрения именно этому уделено особое внимание? С той точки зрения, что как раз в них больше всего есть проблемы с точки зрения нарушения баланса частных и публичных интересов, о чем до этого говорилось в речи. И еще осталось два небольших вопроса по поводу того, охватывает ли право на доступ к правосудию, а право на доступ к международным органам. Здесь ответ будет утвердительный. И в том числе опираюсь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2005 года о руководящих положениях основных принципах, касающихся права на правовую защиту и возмещении ущерба в случае грубых нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, в котором в том числе в рамках права на доступ к правосудию указывается, что государства должны обеспечить возможность индивидам использовать надлежащие средства международной правовой защиты. Но здесь надо сделать существенно такое... Существенно отметить, что существует большое различие в доступе к международным и национальным органам, заключающиеся в том, что возможность обратиться к международному органу, она обусловлена согласием государства на это. То есть без согласия государства у индивида не появляется право на доступ к международному органу, к конкретному международному органу. И что касается правосвидетеля на уход и поддержку, здесь следует отметить, что данное право, оно относится к специальным стандартам и вступает в том случае, если у свидетеля имеется риск, угроза его жизни и здоровью, в том числе со стороны обвиняемого. В этом случае для обеспечения его полноценного участия в судебном процессе необходимо предоставить ему помощь и защиту, например, как по программе защиты свидетеля или каким-то другим образом. Если с вопросами уважаемых членов диссертационного совета все, то если вы не против, я перейду к вопросам, которые были озвучены выше и касались отзыва ведущей организации, соответственно, и отзывов поступивших. Первый момент, который был отмечен ведущей организации о периодизации процесса становления права на доступ к правосудию и достижении указанной поставленной задачи. Здесь следует отметить, что в результате достижения задачи были выделены этапы, которые непосредственно связаны с двумя основными принципами, определяющими содержание права на доступ к правосудию. Это принцип правового равенства и принцип запрета отказа в правосудии иностранному гражданину. И те положения, которые сформировались на предыдущих этапах при формировании как раз-таки принципа запрета отказа в правосудии иностранному гражданину, они непосредственно получили свое распространение затем в последующих этапах. И два этих принципа обусловили возможность становления непосредственно самого самостоятельного права на доступ к правосудию как общепризнанной правовой нормы. В связи с этим считаем, что в представленной периодизации можно как раз-таки и проследить характеристику данного процесса и те тенденции, которые отражают непосредственно и привели к тому, каково содержание права на доступ к правосудию. Что касается второго вопроса ведущей организации о том, необходимо ли принятие общих стандартов доступа к национальным органам, принимая во внимание, что в принципе уже эти стандарты звучат в договорах или обычных нормах международного права, здесь необходимо отметить, что как раз-таки стандарты действительно звучат, но они звучат как стандарты к национальным органам. В работе показаны возможности их применения к международным органам, в связи с чем делается вывод о необходимости принятия таких стандартов на универсальном уровне, чтобы обеспечить единство порядка обращения как к национальным, так и на международном уровне в плане основных стандартов права на доступ к правосудию. Что же касается замечаний ведущей организации об использовании понятия механизма в работе, здесь необходимо отметить следующую вещь, что понятие механизма используется в работе в широком и в узком смысле. В широком смысле оно используется в наименовании второй главы, когда говорится о всех совокупностях органов и процедур, обеспечивающих защиту прав человека, как о едином механизме, и соответственно в названии главы отражено, что стандарты являются правовой основой такого единого механизма. Вместе с тем в узком смысле понятие механизм используется как совокупность процедур, которые применяются непосредственно в отдельном органе по правам человека, и с этой точки зрения как раз таки сформулировано наименование работы, цель, поскольку рассматриваются различные органы защиты права на доступ к правосудию, как региональные, так и универсальные, соответственно, поэтому во множественном числе используется данное понятие. Здесь еще хотелось бы отметить, что был указан справедливый момент по поводу пятого положения на защиту, касающегося того, что в данном случае в пятом положении, которое говорит о том, что институт индивидуальных обращений в судебные органы является наиболее эффективным механизмом защиты данного права, корректнее было бы использовать понятие средств защиты, и с этим автор работы абсолютно согласен. И последние два замечания ведущей организации, которые хотелось бы ответить, первое касается возможности встраивания альтернативных средств разрешения споров в судебную систему государства. Хотелось бы пояснить, что в работе отмечается, что международными органами поощряется создание альтернативных средств разрешения споров с целью обеспечения более полного общего доступа к правосудию индивидов. Вместе с тем указывается, что к таким средствам предъявляются определенные требования, с тем, чтобы они выступали наравне с судебными органами, как средство защиты. И в этом смысле, если они таким требованиям не отвечают, в частности требованиям справедливой процедуры, возмещения ущерба, то необходимо, чтобы индивиду предоставлялось право на оспаривание решения такого органа альтернативного в суде. И с этой точки зрения рассматривается встраивание. И последний момент, касающийся негативного конфликта юрисдикции, которые возникают в том случае, если ни одно государство не устанавливает юрисдикцию в отношении какого-либо дела. Разумеется, этот вопрос непосредственно связан с правом на доступ к правосудию и может являться недопустимым его ограничением. Однако здесь надо принимать во внимание, имеются ли какие-либо иные, например, международные органы в случае возникновения конфликта национальных юрисдикций, можно ли обратиться к международному органу, поскольку последнее оно как раз-таки позволяет реализовать право на доступ к правосудию и, соответственно, такие ограничения не могут считаться недопустимыми. Сиба, Анна Сергеевна, пока Вы можете присесть. Далее мы заслушаем Ваших оппонентов. Как я сказал, у нас один оппонент отсутствует по уважительной опрещению Мещерякова Ольга Михайловна. В соответствии с действующим положением мы должны зачитать ее отзыв в полном объеме. Но я думаю, что будет правильно, если мы сначала предоставим слово присутствующему здесь второму оппоненту, Ширяевой Ирине Викторовне, а после этого зачитаем уже отзыв Мещеряковой. Пожалуйста, Ирина Викторовна, слушаем Вас. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые председатели Ширева. Ирина Викторовна, через ее моя фамилия пишется. Разрешите приступить к оглашению отзыва. Актуальность темы диссертации «Право на доступ к правосудию и механизмы его защиты» в современном международном праве не подлежит сомнению. Во второй половине XX века принцип уважения основных прав и свобод человека становится одним из важнейших принципов международного права. Необходимым элементом реализации принципа уважения прав человека является обеспечение свободного и равного доступа физического лица к органам правосудия. Необходимо отметить, что авторам логично и убедительно выстроена совокупность факторов, влияющих на актуальность избранной ею темы диссертационного исследования. Не вызывает возражений определения объекта и предмета исследования представленной работы. Формулируя цель своей диссертации, Корпина Анна Сергеевна подчеркивает, что цель состоит в решении актуальной научной задачи на основе всестороннего исследования определить понятие «Право на доступ к правосудию в международном праве», выявить международно-правовые стандарты данного права и оценить современные международные механизмы его защиты. Говоря о задачах, обусловленных необходимостью достижения объявленной цели, диссертант приводит в их числе охарактеризовать процесс восстановления права на доступ к правосудию или международно-правовой нормы, определить сущность права на доступ к правосудию и его место среди других процессуальных прав, выявить допустимые пределы ограничения права на доступ к правосудию, сформулировать общие и специальные международные правовые стандарты доступа к национальным органам правосудия, проанализировать возможность соблюдения международно-правовых стандартов доступа к правосудию при обращении к универсальным и региональным международным органам. Следует отметить, что поставленные цель и обозначенные задачи с нашей точки зрения были успешно решены соискателем. На основе анализа норм международного права и практики их применения Анной Сергеевной было сформулировано новое определение права на доступ к правосудию, были рассмотрены основные отличия права на доступ к правосудию от других процессуальных прав человека. Была выработана классификация видов допустимых ограничений права на доступ к правосудию в зависимости от характера таких ограничений и способа оценки их соответствия международным стандартам в области защиты прав человека. Особо нужно отметить, что одним из существенных элементов новизны представленной работы следует считать выделение соискателем общих и специальных международных правовых стандартов права на доступ к правосудию и обоснованной необходимость учитывать их как во внутригосударственной практике, так и при установлении и реформировании процедуры индивидуальных обращений к международным органам правосудия. К одному из-за несомненных достоинств рецензируемой диссертации можно отнести использование значительного числа замечаний общего порядка, общего характера договорных органов системы Организации Объединенных Наций, в том числе рекомендации Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, решения региональных судов по правам человека, а также автор использовала большое количество научных работ и публикаций как российских, так и зарубежных исследователей. Автор убедительно аргументирует и обосновывает ключевые выводы и рекомендации, которые имеют практический характер. И в этой связи следует акцентировать внимание и согласиться с утверждением соискателя о том, что выводы и предложения, сделанные в диссертационной работе, могут быть использованы при подготовке и совершенствовании законодательных актов, при подготовке и обосновании обращений физических лиц международной органы по правам человека в связи с нарушением «Право на доступ к правосудию и в научно-образовательные деятельности для курсов по правам человека». Диссертацию Корпин Анны Сергеевны «Право на доступ к правосудию и механизмы его защиты в современном международном праве» отличают грамотный юридический язык и научный стиль изложения. Тем не менее, имеются отдельные недостатки, присутствующие в работе, а именно, не совсем понятным представляется суждение автора, цитирую, «внесудебные или альтернативные методы разрешения споров, к которым в том числе относятся международные и национальные третейские суды, медиация, омбудсмены, традиционные суды, онлайн-механизмы разрешения споров по искам небольшой суммы и искам о защите прав потребителей, обладают рядом преимуществ, которые позволяют говорить о большей доступности таких механизмов для населения. Они предполагают более простую процедуру рассмотрения дела, нередко требуют меньших затрат, времени и денег, обладают большей физической доступностью». Подобное утверждение было сделано на странице 53-й диссертации. Второе замечание требует дополнительной аргументации, суждения автора, также цитирую, «нельзя не оценить ту роль, которую играет Комитет министров Совета Европы в решении проблемы обеспечения прав человека. Данный орган постоянно реформируется с целью дальнейшего совершенствования системы контроля за исполнением государствами, вынесенных Европейским судом по правам человека решений, включая пилотные постановления». Хотелось бы, чтобы автор пояснил данное суждение. Ну и третий недостаток. В тексте диссертации присутствуют также единичные орфографические и технические опечатки на соответствующих страницах. Но отмеченные недостатки нельзя назвать принципиальными, они носят субъективный характер и, безусловно, могут быть предметом дискуссии, не снижая высокого теоретического уровня и практической значимости диссертации, основные положения которой нашли свое отражение в опубликованных работах. На основании вышеизложенного можно считать, можно сделать вывод о том, что диссертация, право на доступ к правосудию и механизмы его защиты в современном международном праве соответствует пункту 9 положения присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации, а ее автор Корпин Анна Сергеевна заслуживает присуждение ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.0010. Международное право, европейское право. Благодарю за внимание. Спасибо, Ирина Викторовна. Я попрошу ученого-секретаря зачитать отзыв Мещеряковой Ольги Михайловны. Отзыв официального оппонента, доктора юридических наук профессора кафедры международного права Федерального государства на автономном образовательном учреждении высшего образования Российской Университет дружбы народов Мещеряковой Ольги Михайловны. Проведенная научная экспертиза, исследования, а также ознакомление с авторефератом и основными публикациями диссертанта позволяют утверждать, что избранная тема является актуальной, сформулированной в диссертации научное положение вывода и рекомендации, обоснованная, достоверная и содержит научную новизну. Научная новизна диссертации заключается в том, что право на доступ к правосудию рассматривается диссертаном в качестве самостоятельной нормы международного права. На основании анализа практики ее применения диссертант дает авторское определение права на доступ к правосудию, а также обосновывает классификацию видов допустимых ограничений доступа к правосудию по различным основаниям. Говоря о содержании работы, необходимо выделить некоторые аспекты, которые выгодно выделяют работу из общего ряда. Во-первых, диссертант рассматривает право на доступ к правосудию как институт международного права прав человека, определяющего правовые обязательства государства. Во-вторых, автор очень подробно раскрывает проблемы, связанные с тем, что отдельный индивид выступает наиболее уязвимым субъектом с точки зрения возможности самостоятельной реализации права на доступ к правосудию. Поэтому предпринятое в диссертации исследование вопроса обеспечения права на доступ к правосудию физических лиц позволяет более полно охарактеризовать существующие препятствия для доступа к правосудию и определить условия, необходимые для эффективной реализации права на доступ к правосудию в отношении как национальных, так и международных органов. В-третьих, Корпина Анна Сергеевна исследует в своей диссертации региональный опыт решения рассматриваемой проблемы, что повышает значимость работы ввиду наличия в ней элементов сравнительного анализа. Несомненным достоинством работы является исследование различных аспектов проблемы на международном и региональном уровнях. Существенным достоинством диссертации является грамотный формально-юридический, исторический и сравнительный анализы, а также самостоятельность мышления, которая привела к собственным научным выводам и оригинальным идеям. Однако диссертационное исследование Корпина Анна Сергеевна, хотя и имеет достоинство, на которое было указано выше, как и любое исследование, содержит в себе также недостатки утверждения положения, которые представляются дискуссионными и требуют дополнительной аргументации в ходе защиты. Во-первых, следовало бы более четко сформулировать предмет исследования, поскольку это не просто право на доступ к правосудию физических лиц и механизм его защиты в современном международном праве, как указывает автор, а прежде всего те нормы, которые анализируют диссертан в целях раскрытия темы проводимого исследования. Второе. Диссертационное исследование значительно выиграло бы, а его структура стала бы более последовательной и приобрела бы черты завершенного исследования, если бы автор сделал какой-то заключительный параграф, отражающий выводы, полученные в ходе анализа правовых актов и судебной практики различных региональных систем, поскольку региональная интеграция активно развивается и в каждом регионе есть определенные особенности, в том числе и в сфере развития права на доступ к правосудию. Третье. Положения выносимые на защиту носят скорее описательный характер и содержат объем информации, который следовало бы поместить в другие разделы диссертации. Переполненность положения на защиту информации не способствует достижению цели этого раздела диссертации, поскольку положения на защиту должны выражать в концентрированном виде различные компоненты новизны исследования и выводы, полученные в ходе работы над достижением цели исследования. В продолжение предыдущего замечания хотелось бы услышать на защите более точную формулировку выводов автора, полученной в ходе работы над достижением цели и задач исследования, которые ему не совсем удалось сформулировать в положениях, выносимых на защиту номер 1, 4 и 5. Тем не менее, указанное замечание не снижает общие оценки диссертационного исследования Корпина Анны Сергеевны, а также могут убудить автора к дальнейшим исследованиям в данной отрасли. Диссертационное исследование Корпина Анны Сергеевны, право на доступ к правосудию механизма и его защиты в современном международном праве, отвечает научной специальности 12.0010, международное право, европейское право, соответствует требованиям, установленным положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации, номер 842 Корпина Анна Сергеевна заслушивает присуждение ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.0010, международное право и европейское право. Спасибо за внимание. Спасибо. Анна Сергеевна, мы предлагаем вам ответить на замечания ваших оппонентов. Я тогда, если можно, по порядку. Сначала Ирина Викторовна, потом Ольга Михайловна. Что касается двух основных замечаний Ирины Викторовны, хотелось бы прокомментировать, что в отношении альтернативных средств разрешения споров, которые рассматриваются как более доступные, хотелось бы привести примеры, которые позволили бы понятнее отразить представленную диссертацией мысль. Например, онлайн-механизмы не требуют затрат времени индивида на дорогу к месту подачи, проведения судебного оседания. Как правило, они не требуют консультации юриста при их подачи. Конкретным примером могут быть электронные механизмы для рассмотрения гражданских дел с небольшой сумыска, с участием лиц, находящихся в разных государствах ЕС, которые уже сейчас в ЕС реализуются. Кроме того, если, например, рассматривать традиционные суды, то они обладают большей доступностью с точки зрения того населения, на традициях которого они основаны. Такие суды часто применяются в странах Латинской Америки, например, исконное правосудие коренных народов в Боливии, даже в Конституции Боливии предусмотрено право на такое правосудие. Мировые посредники в Колумбии, они помогают странам достичь решений. В том случае, если на основе компромисса этого сделать не получается, то принимая во внимание конкретные существующие традиции в общении, а также принципы уважения прав человека, они выносят соответствующие решения. В связи с этим такие инструменты могут быть более доступными. Что касается роли комитета министров Совета Европы, здесь хотелось бы сказать, что под реформированием деятельности, во-первых, понимается реформирование, связанное с протоколом 14, когда комитет министров получил право запрашивать у суда, во-первых, толкование собственных решений, а затем ставить вопросы о выполнении государством своего обязательства. А также принятие в 2006 году новых правил комитета министров по контролю за исполнением постановлений и условиях мировых соглашений, которые затем в 2017 году были подкорректированы. И те и другие предоставляют возможность приоритизации постановлений с точки зрения того, какие именно постановления необходимо в первоочередном порядке, за какими постановлениями необходимо осуществлять контроль. В частности, это постановление, связанное с системными нарушениями норм международного права в сфере прав человека. И учитывая ту деятельность, которую комитет министров в этом плане ведет, и показатели, которые у него есть, поскольку если смотреть другие региональные системы, то, к сожалению, показатели по исполнению решений там ниже, и отмечается высокая роль самого комитета. И затем переходим к замечаниям Ольги Михайловны по поводу формировки предмета исследования. Хотелось бы отметить, что действительно в диссертации прежде всего анализируются нормы международного права, регулирующие право на доступ к правосудию. Вместе с тем, учитывая, что выделяется отдельный отдел, нормативная основа, при этом объектом исследовано выделено общественное отношение, то предмет сформулирован в соответствии с темой диссертации и как часть общего объекта, как право на доступ к правосудию и его механизмы защиты в современном международном праве. Что касается второго замечания, касающегося возможности расширения исследования в части более подробного анализа практики региональных систем, здесь необходимо отметить, что отдельно в работе представлен такой анализ, однако действительно учитывая ту значительную судебную практику, которая в разных регионах по данному вопросу присутствует, данная тема может стать объектом дополнительного исследования. И последнее замечание касается более четкого формулирования положений на защиту. Данное замечание было учтено в ходе речи, подготовленной, когда прозвучали более краткие предложения на защиту и в части процесса установления права на доступ к правосудию, и в части общих и специальных международных правовых стандартов, и в части выделения негативной тенденции снижения возможности индивида обратиться в Европейский суд права на человека. Большое спасибо. Спасибо, Анна Сергеевна. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, мы переходим к дискуссии. Имеется ли желающие выступить, принять участие в дискуссии? Нет желающих, да? Можно, Евгений Григорьевич. Спасибо. У меня собственный секретарь, доктор. На ум. Спасибо. Спасибо. А я пока не для всех говорил, а теперь буду уже для всех говорить. Уважаемые коллеги, уважаемые диссертанты, Анна Сергеевна, тема важная, интересная, нужная. И у меня, в принципе-то особого и нет отношения к вашей работе. Безусловно, она заслуживает одобрения и по структуре, и по тому, как сделано. Особенно хочу подчеркнуть тот момент важный, что вы вводите в оборот несколько очень интересных. Я успел, естественно, просмотреть только список литературы, введение и заключение посмотреть. Вводите в оборот очень интересные материалы с различных континентов, скажем так. И оригинальные они исторические, и для сегодняшнего дня тоже, то есть момент весьма положительный. Конечно, вопрос о том, что каждый из нас должен иметь доступ к национальному и международному правосудию в самых необходимых случаях. Это и один из вопросов, который связан с правосубъектностью, с международной правосубъектностью в частности. Я, например, всегда студентам рассказываю о том, что физическое лицо может стать субъектом международно-правовых отношений. В активном смысле мы же с вами знаем, что согласно общей теории субъект права – это обладатель юридических правообязанностей и участник правоотношений. В этом случае мы говорим, конечно, о правоотношениях. Я вам говорю, что в двух случаях таковое возможно, чтобы физическое лицо стало субъектом международного права, международно-правовых отношений. Это когда оно, во-первых, не дай бог, совершит международное уголовное преступление. И мы будем, соответственно, заставлять его, привлекать его к ответственности соответствующим образом. И второй случай – это как раз то, что вы рассматриваете главным образом, когда физическое лицо имеет возможность не только обращаться в суды национальные, но и в суды международные, извините, и в суды, и особенно в суды по правам человека. И у вас прекрасно, судя по документам, представлена практика на всех континентах, где действуют соответствующие суды. На мой взгляд, продолжая работу над этой темой, очень важной и нужной, вам бы можно было бы и нужно было бы обратиться еще на одну сторону – право на доступ к правосудию. То есть право на справедливое рассмотрение и справедливое решение в том случае, когда вы обращаетесь в суд за защитой своих прав, или когда обращаются в суд те лица, которые привлекаются к судебной ответственности, например, опять-таки в связи с совершением международных уголовных преступлений. Интереснейший вопрос также в этом плане – это, конечно же, деятельность межгосударственных судов, условно скажем. Например, того же Международного суда ООН, как суда, который занимается только межгосударственными делами и принимает решения, и дает консультативное заключение. Здесь тоже можно было бы развернуться. Но я понимаю, что кандидату наук объять необъятное невозможно. Поэтому то, что вы исследовали, судя по, повторяю, и по списку литературы, и по тому, что у вас есть в первой главе, и по вашим ответам, по выступлению, и по ответам вашим, я поддержу вас. Спасибо. Спасибо, Евгений Григорьевич. Все желающие выступят. Сергей Николаевич. Анна Сергеевна, ну, я думал, ответите в плане стандартов, как в каких формах унифицированные организации. Ну, допустим, в виде резолюции ООН, да, тогда это будет унифицировано. Наверное, по теме или нет, но ваша диссертация, мне кажется, нужно продолжать в плане, ну, вот терроризма, да, как пример практики. Если через территорию Российской Федерации, через международный аэропорт Шереметьево летят транзитные грузы в багажах, допустим, патроны, и они летят в Америку из Израиля, там это разрешено, наверное, раз, простите, говорит. Если не пройдут через территорию Российской Федерации, то нас объявят, как российское государство, если заметят, увидят там, как пособником терроризма. Обратиться в юриспруденцию, допустим, Израиля или какой-то африканская страны, откуда это пришло, мы не можем. Нет общих стандартов подхода ответственности, да, то есть право субъектности нас, на право защиты наши от таких действий. И в итоге нас могут в этом обвинить, что, собственно, иногда и происходит. Также есть в любом государстве, так же, как и на нас, у нас запреты на пронос то, что может угрожать жизни и здоровью граждан. Если человек имеет право как индивидуум обращаться в суд, то организация и мы, сколько они обращались в государство на Думу, не можем быть субъектом защиты и привлечь, допустим, пассажира, который несет, даже, допустим, американского дипломата или другого, он несет там травматический пистолет. Говорит, у нас разрешено, я всегда с ним езжу. У него в билете написано, заключил контракт с перевозчиком, не имеет права вести. И мы его отпускаем, но если пропустим, у нас будут санкции прокурорских, вплоть до головной ответственности, уж не говоря международной санкции, если он долетит в ту страну, допустим, в Лондон. Вот в этом аспекте развивать доступ к защите и прав, особенно в унифицированных организациях, чтобы стандарты, не зря, стандарты важная вещь, если она еще ратифицирована как стандарт, чтобы он защищал все стороны субъекта, участников процесса. Если я по теме вас... Я поддержу, конечно, вектор направления исследований очень важный. Спасибо, Сергей Николаевич. Все желающие выступили. Анна Сергеевна, в ходе дискуссии вопросов дополнительных не прозвучало. Вам предоставляется возможность выступить с заключительным словом. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, хотелось бы поблагодарить за и ваши вопросы, и ваши замечания, особенно по поводу того, как можно в дальнейшем продолжать эту тему, поскольку действительно тема очень многогранная, можно рассматривать с точки зрения различных субъектов, да, и углубляться в различные стороны внедрения стандартов, практику различных органов, и какие-то особенности выявлять дальше у регионов, и рассматривать действительно с точки зрения других субъектов, поэтому буду продолжать дальнейшее исследование по данной тематике, и еще раз всем огромное спасибо за внимание, прошу поддержать работу. Спасибо. Спасибо, Анна Сергеевна. Владимир Александрович, вы поднимали руку, это по поводу чего? Я думал, что еще не поздно мне сказать свое мнение о работе, или это уже вы считаете поздно? Мы уже завершили, мы стадию дискуссии завершили, собственно говоря, уже по регламенту уже поздно. У вас принципиальный какой-то вопрос есть? Не столько принципиально, сколько, я бы сказал, из области заключительных замечаний. И не столько это относится... На усмотрение членов Совета предоставим возможность такую? Пожалуйста. И не столько это относится к выступлению докладчика, сколько к нам. Если посчитать, сколько вопросов задали бедному человеку, то это редко, когда столько вопросов задается. А почему? А потому что это крайне актуальная тема. Вот в работе на пятой странице, в реферате, она пишет совершенно правильно, что 4 из 9 органов ООНовских этими запросами граждан занимаются сейчас, в последние годы. И вызвано это тем, что это затрагивает самые насущные интересы граждан. Обращения в международные судебные органы идут только тогда, когда, а, это касается серьёзных очень интересов людей, и, б, когда они не нашли решения в национальных органах. И, поэтому, то, что вот написано у неё дальше в реферате, на девятой странице, эти обращения являются не только частью, более сложной проблемы поддержки принципа и верховенства права и защиты интересов граждан. Но речь идёт о наиболее близко затрагивающей коренные интересы простых граждан самых различных государств, процедуре. И то, что она взялась за это дело, это уже, я бы сказал, на грани акта гражданского мужества. Потому что у нас, например, российская бюрократия боится до смерти, когда приходят критические замечания от международных судебных инстанций. И поэтому зачастую даже ополчаются на тех, кто пишет. Поэтому я бы хотел закончить тем, что не бросайте эту тему. Спасибо, Владимир Семёнович. Поддержали вы, соискательницу. Далее мы переходим к процедуре голосования. Для этого нам необходимо избрать счётную комиссию. Какие будут предложения по количественному персональному составу? Ну, предлагаются следующие кандидатуры в состав счётной комиссии. Сергей Николаевич Ярышев, Павел Алексеевич Клиниченко и Ястребова Алла Юрьевна. Если самоотводов нет, нет возражений? Нет возражений. Ни у кого нет возражений? Нет. Тогда я на голосование ставлю вопрос, кто за данный состав комиссии счётной. Кто против, воздержался единогласно. Я тогда прошу счётную комиссию приступить к работе. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...